Ивановская область наращивает производство. Вслед за недавно открывшимся в Тейковском районе асфальтобетонным заводом к пуску готовится Волжский электрометаллургический завод. Сегодня степень готовности предприятия смог оценить губернатор региона. Строительство завода началось еще в 2006 году, но долго затягивалось по разным причинам. Были проблемы кризиса, были проблемы с кредитованием. В последнее время вылезла проблема с нерадимым подрядчиком нашим Ивановским, который тоже здесь понарушал и сроки, и все договоренности. То есть проблемы обычные для России, но вроде сейчас у нас есть ощущение, что инвестор при нашей поддержке справляется со всеми этими проблемами. Предприятие будет выпускать строительную арматуру диаметром от 8 до 16 миллиметров. Производительность завода по предварительным подсчетам составит 120 тонн в год. Это неплохой показатель для того, чтобы обеспечить строительным материалом не только Ивановские, но и соседние регионы. Сейчас предприятие на 85 процентов готово к пуску. Завершается установка оборудования. На сегодняшний день на заводе работают 58 человек. Когда производство запустят, число работников увеличится более чем вдвое. В Ивановской области специалистов по прокатному цеху на сегодняшний день нет. Поэтому мы приглашаем специалистов с Украины. Турецкая бригада у нас работает на обучение. Он набирается бригада для последующего обучения местных работников. То есть в момент запуска местные специалисты будут привлекаться и обучаться для работы на прокатном цехе. Средняя зарплата на заводе составит 25 тысяч рублей. Первый, так называемый, холодный пуск производства планируется на июнь этого года. Далее пара месяцев пуска наладка. И уже в сентябре завод выйдет на полную производственную мощность.